так яковлевых лак мастику долматова раньше высылала тольца правда сейчас не знаю вроде антон не высылает вроде бы как-то спрашивал ухты в магазине плодородия окажется еще вариант а я считал так или долна то или сафронов а еще появилась в магазине ну молодец долна то значит он умеет раскрутиться благодарю за озвучивать пишет татьяна привет из калуги пишет наташа опарина здравствуйте так опарина московской область минус 1 нормально все-таки не они это не крым подольская влияет растение друг на друга тут опыта писала давайте так галина подольская очень любопытный начали посмотрим о винограде я дурак дураков давайте ребята посмотрите открылась открылась значит все это увидят как у всех кто подписался эта ссылка будет пожалуйста разбирайтесь вот уникайте вниматель для этого мы обменившись с вами виноград обменится информация для меня такая информация очень ценная что вот но виноград это не моё давайте берем так куда вы куда пропала наша опять будем искать как нам сюда обратно собраться теперь вот что не а вот сюда нет не сюда найдем нашего уютного места выбрались как туда попадать как туда попадать так я сейчас помню а вот сюда надо все вспомнил вот здесь есть вебинар а вот мы здесь так темы остановились и так галина подольская кому надо потом откройте опять же эту ссылку может завтра и кому интересно обязательно прочтите я бы сейчас бы прокомментировал вот это все я люблю такие вещи такие как влияют растения и а поле одно винограду я ничего не понимаю так я венгерка тоже на море привел все новое направление спасибо черноваева и спорта у нас владимир валерий христиныч в осенью приготовил десяток семечек от старой груши который до сих пор прихватно плода бросит крупные сладкие плоды ух ты несколько лет назад ветер переломил дерево на двое хочу продолжить ее рот и получать еще один-два саженца получится ли порастить семечки почему не получится когда следует замачивать заниматься поращиванием значит я занимался поращиванием только усовийской груши два месяца оптимальный срок наверное вокруг этой цифры два полтора два с половиной и ваша тоже ну почему десяток семечек почему не десяток сотен а пусть бы они дружно взошли а вы бы там уже выбрали себе десять двадцать тридцать почему десяток сами пишите прекрасно плодоносит вот и тогда надо было так сервал за три месяца за полтора за два за два с половиной где-то именно в этих сроках какой-то угадаете и вы получите сразу дружно взошли и не десяток а хотя бы полсотни вот еще раз средняя цифра два месяца угол так селевожка черенки приехали спасибо четыре дня до новосибирска ух ты шесть дней лежали на посте да сейчас времена изменились вот эти вот которые я показывал которые стоят около пятьсот рублей пересылка так они действительно доходят за четыре пять дней даже до самых дальних краев я не могу понять как они это выдают вроде бы и не авиа написано ускоренно а как ну быстро а шеи лежали на почте да сейчас работать некому почки набухли надеюсь низкая температура остановит много нет вы понимаете я подчеркиваю как бы я горжусь этим я доплачиваю ради вот этой цифры до пятьсот рублей что ускоренная почта привозит за четыре пять дней это не шутки я стараюсь быть самым самым чтобы никто меня камень не кинул но придет март апрель начнет просыпаться прям посылка это тоже надо знать сейчас выписывайте сейчас холод 0 плюс 2 плотные пакеты плотные которые не пропускают ни воздух ни воду вот можно в холодильнике у кого нет погреба можно под снегом под снегом сейчас такая проблема я один раз пробовал зарекся все вот столько вот этих веников под снегом нагреб весной раз подтаяло потом раз мороз вот такая корка льда как я их вырубал и льда матерился вот потом оказалось так в каждом пакете они были в нервничных пакетах на дне было вот столько льда а сами ветки были сморсены так как будто вот видно мое лицо вот такие были я испугался думаю мне же прививать целый год мне без хлеба жить как же так они полностью выглядели мертвыми но когда я внизу вот так по жменьке льда то есть вымер весь лед оттуда хотя сугроб был солидным я заношу в тепло вечером занес расстроился вот там смотрю как живые и нормально прижились нормально все прививки были за ночь лед исчез который то есть он обратно весь перешел не просто допустим лед растаял и стал лужи нет все полностью до последнего как это называется миллилитра все вернулось обратно в ветки вот еще один мой опыт но я больше с этим не связывался все вот то есть я больше не закапывал так идем дальше что тут у нас осталось ага так селевошка значит почки немного набухли пишет надеюсь температура их остановит я тоже надеюсь здравствуйте земелянова красноярске мои черники пришли за 4 дня все хорошо спасибо большое положила в холодильник это елена гусева пишет выстрела подскажите что представляет сливоградцев можно ее поливить на подвойке сливокитайской вашей из овальной косточки не нашла в интернете а также зимняя тотарова груша зимняя тотарова груша он мне угостил как он мне дал две груши это было неделю-две назад обе зимние скорее всего это была зимняя самое интересное начнем сначала ну не умею я коротко и так он мне угощает груши обе вкусные явно зимние потому что твердые как камень а это было неделю назад а уже слава Богу конец ноября вот я его говорю а это что за соль как как он первый ответил сейчас а у меня есть сейчас сейчас все под рукой вот его достижение раз два вверх ногами покажу три сейчас идем так это у него сливый а катюша у него он их 11 штук нарезал и зимняя и вот он говорит Константинович я не знаю название я знаю как ты не видел я знаю зимняя тотарова теперь она все остается жить будет зимней тотарова то есть у него два зимних сорта вот именно внизу вот проверил обе хороший вкус обе твердые как камень в конце ноября точка следующий вопрос то есть за что купил за то продают так теперь сейчас а сливограция что-то такое сливограция ко мне пришла по почте значит она называлась венгерка грация я ее привил я получил урожай второй третий отличить ее от других венгерок не смог ну если уж на дерево написано бирки грация значит грация если отсюда если на бирке написано заметьте практически неотличимая венгерка богатырская я пишу венгерка богатырская если написано венгерка сорочинская самое старое дерево у меня с Украины я пишу сорочинская вот и на бирке сорочинская сорочинская когда вы вырастите раз два три три черенка небольшое сомнение что вы их отличите по внешнему виду и по листве и по плодам но наверное все таки что-то между ними разница должна быть согласитесь какая разница всегда нужно чтобы тычинка на одном дереве созрела одновременно с пестиком на другом дереве свой пестик не созрел а соитие с соседом можно перелететь и наоборот созрел пестик тычинка подождет соседние пыльца прилетит и опылит то есть перекрестное пыление это основа генетики природной генетики божественной генетики другие варианты запасные опылить некому наконец к концу цветения все таки опылит собственное дерево само себя собственная тычинка ну да собственная тычинка опылит собственный пестик но уже немного как запасной вариант продлить рот вот это по железу потому что я нигде этого не читал мог сейчас хохотали бы это Исакова шмиды вот хохотали для них свободное пыление это дикари помните мы до сих пор над ними издеваемся своим братом скажи Юра так надо такое ум иметь восемь лет назад кто-то написал не ведая что в какой-то частный случай возрел в истину в последней станции при свободном опылении получается дикари как не сделать все лучше чем это родители как не сделать все лучше родители я имею ввиду скромные сорта и средние так проехали что-то я опять на них итак Сливограция это одна из венгеров вот поехали дальше можно ли ее привить на подвое сливы китайское ваше не можно а нужно у меня все у меня все сливы и ринклоды и венгерки все привиты на мои китайские сливы уже никакой разницы сроднили все чем хороши чем хорош мой сад подвое и привое заранее совместимы заранее то что мы называем насыщение ментора по мичурину не хотел я видит бог само получилось вот теперь беру самый роскошный плод на этом дереве беру ветку на котором рос вот этот плод ну вот этот это 400 грамм видите вот в этой ветке хохочите в этой ветке уже есть гены сибирок и тогда эту ветку отрезал привел на сибирку чудо свершилось я не хотел я даже мичурину не читал про насыщение ментора так про удаленной гибридизации я это узнал случайно через много-много лет когда у меня уже все это было вот но не прислаю удаленная гибридизация насыщение ментора мичурин я не написал иногда хотелось написать мичурин ну что вы меня же Возинский сожрет дерьмо так поехали дальше теперь про землю тот я сказал вкусное проверено он меня угощал теперь а груши лютневые а это особое это какой-то детектив итак был мой друг единственный ученый те старые годы Чернышов Валерий Петрович дружил со мной написал мне много писем они же были как бы лекциями моей книги которая первая книга есть целая глава посвященная ему я просто взял и скопировал его письма чтобы осталась память об удивительном человеке он ученый агроном не брезговал со мной связывался не брезговал дружи вот он автор писатель хозяйственных статей уникальнейший человек и однажды он мне прислал грушу он знаете два раза меня убил он мне прислал сливу волоская красавица и сказал константинович позвонил мне сказал я высыл эту сливу чернослив волоскую красавицу вот и все больше у тебя соседей не будет я испугался почему он говорит умрот от зависти это была чернослив а про грушу он написал один из лучших зимой садов как он оказался летним я не знаю но это один из лучших летних пустейших садов вот доклад окончен так то есть Амара Колодина посылки надо по интернету идти забирать не дожидаясь извещения мне его принесли через пять дней после того когда я забрала посылку сама то есть забрала посылку через пять дней пришла квитанция нормально но никто меня в камень не бросит стоит мне только вот видите вот сейчас это все тот самый день вот сейчас правда вебинар сегодня были отправлены вот они квитанции и они будут разошваны ну завтра утром но так как здесь дата стоит 21 ноября вчерашний день я вчера отправил сегодня они же как я им оставляю а у них завал а я с ними дружу мне это тоже стоит ну скажем так не бескорыстно дружу ну получается сегодня они мне отдали сегодня некогда завтра разошлю и люди успеют получим отследят может быть показать как отслеживать не все что знают ну напишите что надо на следующем семинаре научу как пока так это татьяна спасибо за ответ я имел ввиду каталог костик я с удовольствием покажу все время полчаса прошло третьего часа у нас третий час законный так значит я вам показал каталог черенков а я люблю каталог почему у него будущее не менее важно чем у каталога сейчас я вам поясню почему каждый каталог каждое направление семечковое или прививки имеют свои преимущества много чего имеет и так мы ищем каталог на этот раз каталог из косточек так мы начнем сначала тем более считайте это был последний вопрос вот это вы просчете сами так современная наука запретила покидать границу Украины Канада, США, Франции вы знаете что мне прислали ребята разговор то не закончен я вам потом на нашей финале покажу мне прислали фильм современный фильм кто-то из вас извините сразу не вспомню я наверное нет я сделал отдельный фильм вы пожалуйста вроде бы попадайте сюда вот это мой канал вот он садоводство по железу тут всего 9000 подписчиков и больше никогда нам не будет так вот получил так видите и вот здесь я сделаю еще один фильм а там будет я буду комментировать до 40 градусов я надеюсь что вы поверите мне не а почему потому что там написано знаете что не написано а сказано это доказательство того а фильм снимался ой сейчас я постановлю а фильм снимался прослушайте прогноз простуды в вашем регионе высот фильм снимался в Мичуринске этот фильм документальный о Мичурине снимался в Мичурине начиная с его биографии и где-то в 30-х годах и я потом встречал это наукой официально была признана бесперспективность занятия абрикосами а потом съемочная группа а это где-то примерно 90 90-е годы то есть недавно уже не в Мичуринске а в 90-е пошло по садам телевидения или там ну короче съемочная группа и по рынкам на рынке абрикосы есть частных садах а у науки нет и вот это для меня это как лишнее доказательство ну ребята займитесь вот как понять что абрикосами заниматься не будем потому что это бесперспективно а любители на рынке продают стоят ведра с абрикосами да что ж это такое и это в документальном фильме это не шутки так ладно мы где были сейчас мы были на моем вот он мы были на и вот здесь вот к сожалению я вынужден вот только когда заканчивается этот фильм так вот этот полностью вы смотрите не фильм а коротенький такой сюжет и только на второй странице подписаться и так как это было не на первой странице Юрий Владимирович брат мой не на первой странице оказывается никто и не подписывался потому что до сюда никто не доходил вторая страница и у меня как было 9000 с копейками так и сейчас 9000 с копейками представляете вот а уникальный материал а смотреть его некому некому вот как питомник вот он свеженькая столько вышло свеженький фильм так и вот специально чудеса в чужих садах это ж важно знать да вот ну и так далее в общем возвращаемся куда мы сейчас в общем вы поняли тридцатых сороковых годах было признано неэффективно заниматься абрикосом почему я сейчас понимаю я нашелся слабые места посадят сальницу абрикоса верхнюю часть не отрежут он дохнет сразу море примерно вот садят на эту самую перекопанную землю она не работает перекопанная земля они не знают что такое плодородие земли вот когда я прочитал слово биота вот письмо кого-то из вас друзья да у меня аж в душе потепляло ну хоть один человек-то знает что такое биота и что нельзя оттуда убирать ни скошенную траву ни фрукты которые гниют якобы представляют свертельную опасность лист нельзя за эту самую ходить червячую нельзя так ходить и то нельзя возле дерева чтобы ходить червячую не забивать поливать как это называется обильная полива как они еще с запасом как они называются я уже забыл влагозарядковая полива уничтожить всех червей вот это и есть эта дурь которая а потом поломбрикосы это как тот юморист говорит что-нибудь пожалуйста наверное не то что-то съела потом опять пожалуется наверное не то что-то съела опять что-то юморист опять и зал смеется наверно не что-то съела вот как на ересь это это самое в агротехнике мы все заканчивать будем где мы были вот где мы были а кто-то что-то наверняка еще написал и это все вот это да я Продолжение следует...